МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суддела. 20 французских генералов, 100 офицеров, а всего более тысячи военнослужащих подписали открытое письмо президенту Макрону, правительству и парламенту. В нем они призывают политиков принять незамедлительные меры против дезинтеграции Франции, что приводит к терпимости к действиям исламистов банд из пригородов в результате фанатичного антирасизма. Военные предупреждают, что Франция находится под угрозой гражданской войны. Если политики проигнорируют их голос, военные готовы взять дело в свои руки. Согласно опросам, 58% французов поддерживают военных. Полный текст письма был опубликован 21 апреля правым еженедельником Valor Actuel. Я хочу познакомить вас с текстом этого письма, потому что это очень важный документ. Господин президент, дамы и господа члены правительства, дамы и господа парламентарии, пишут военные. Момент серьезный. Франция находится под угрозой. Наша страна сталкивается со многими смертельными опасностями. Даже будучи пенсионерами, мы остаемся солдатами Франции и не можем оставаться равнодушными к судьбе нашей прекрасной страны. Наши трехцветные знамена – это не просто куски материала. Они символизируют традиции тех, кто на протяжении многих веков, независимо от цвета кожи или религии, служил Франции и отдал свою жизнь за нее. На этих знаменах написаны слова «Честь и Родина» с золотыми буквами. Сегодня наша честь заставляет нас осудить состояние распада, которое переживает наша Родина. Распада, который в виде так называемого антирасизма, сводится к одной цели – разжиганию ненависти между общинами на нашей земле. Распад, который с распространением исламизма и деятельностью пригородных банд, создавая целые районы, живущие по правилам, противоречащие нашей Конституции. Не может быть ни города, ни района, где законы республики не работают. Угрозы растут. Насилие тоже растет с каждым днем. Кто 10 лет назад мог себе представить, что ученики отрежут голову учителю? Мы, которые всегда были готовы жертвовать своей жизнью, как того требует наш солдатский долг, не можем быть пассивны перед лицом таких событий. Как сказал кардинал Мерсье, предстоятель Бельгии, когда осторожность повсюду, мужество не найти нигде. Если не будут приняты меры, бездействие будет продолжать неумолимо распространяться в обществе до тех пор, пока оно в конечном итоге не спровоцирует взрыв. И вмешательство наших активных товарищей, которые будут выполнять свою миссию по защите наших цивилизационных ценностей и защите наших соотечественников на нашей национальной территории. Мы видим, что времени у нас нет. В противном случае гражданская война вскоре положит конец этому растущему хаосу. Письмо заканчивается страшными словами. Убийства, за которые вы будете нести ответственность, будут исчисляться тысячами. Никогда в истории Франции военные не обращались к парламенту и президенту с такими письмами. Завтра мы продолжим этот разговор о том, какие последствия может повлечь это письмо. Это была суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе.